так ну мы сейчас отошли чуть-чуть от главного собора коринского и в принципе в принципе здесь особо ничего интересного нет просто улицы вот где куча магазинчиков находится много попрошай каких-то как-то вот так и давайте пройдемся просто сейчас к речке там мост есть перейдем мост и посмотрим на открыточный вид кольна потому что ну реально вот в самом городе особо здесь ничего нет интересно просто такие магазинчики дома 45 этажей магазинчики все больше часа интересно одна из главных таких торговых улиц кольна здесь просто дофига магазинчиков находится толпа народа предлагают купить розы естественно потом разводят на бабки куча разводил куча разводил куча бомжей сидит попрошай каких-то в общем хз хз ребята я вот честно третий раз в кольне какой-то вот собор только собор не может быть мост который мы сейчас должны попасть и все больше тут делать нечего еще еще это такой такой нюанс и кольна есть то что здесь постоянно какой-то неприятный ветер прохладный прохладный ветер и как-то это все не очень комфортно ну сейчас мы подойдем к речке поближе посмотрим будет там такой ветер или не будет он но вот я когда я сейчас приехал вышел из вокзала сразу почувствовал этот холодный неприятный ветер дует в тебя продувает я удивляюсь как эти люди они ходят в футболках каких-то в майках там легко одеты они что привыкли что закалились здрасте так но я начинаю чуть-чуть просыпаться уже потому что хлебнул кофейка съел булочку уже как-то веселее стало сквозь вот эти бесконечные улицы наполненные магазинами мы все-таки стремимся в сторону в сторону речки в сторону речки мы стремимся чтобы узнать есть ли там ветер или там ветра нет а сейчас давайте все-таки узнаем узнаем полно народу конечно улицах пойдемте в ту сторону там нас ждет все-таки уже речка 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 ты чё как кстати как она за называются я слушаю не знаю забыл так ну что товарищи друзья вот мы уже практически приблизились впереди у нас мост но это не тот мост который нам нужен в этом и проблема и не проблема сейчас нужно свернуть налево налево и там уже начнется именно то что нужно кстати речка называется рейн я вспомнил рейн что нравится кстати вот в европейских городах можно спокойно и сидеть около памятников как-то это здесь принято такое никто косы не посмотрит это кому фридрих вильгельм фридрих вильгельм третий знаете кстати ветер как будто бы пропало то есть как-то наверно нагрелось да в течение дня от солнца все нагрелось ветер пропал он был может быть ближе к утру вот такой ветер сейчас уже даже комфортно но и все равно надел шарф свой чтобы не продувало горло вот он оттуда мы идем пришли точнее вот так вот мы чуть обошли город и пожалуйста голодные люди наконец-то дорвались до еды едят насыщают свои желудки наверняка вкусной едой я тоже насытился булочкой и бутербродом рюкзаке еще есть разбул кола кстати да кинокамера включилась вот так это все выглядит поближе вот так впереди у нас есть какой-то укромный переулок по нему наверное пройдемся так ну смотрите спагетти здесь стоит 20 евро почти что шницель фриш брат фурс тоже вот сами такие не православные я хочу сказать слушать так это альтштадт получается это же альтштадт города кельн я не знал что он есть оказывается есть вот фахверк фрахверк фахверк как называется стиль внутренний домик какой-то пахнет рабушкой кто-то а вот так вот ладно слушайте реально не знал что есть у кельна старый город потому что вот там все это там все это как-то интересненько было здесь уже интересненько уютные улочки кельна ну что-то вот это прям вот это уже сказка начинается такая настоящая матушка европа бабушка фифов вот так место конечно на карте неумолимо заканчивается надо как-то ограничить себя в записях записях на эту кинокамеру ну 50 минут еще есть ладно чем ведь мы успеем но вот кстати вот эта тема ну похоже на грац ой на этот как его зальцбург на зальцбург чуть похоже такая вот там тоже варечка была и вот эти тоже магазинчики а для тех кто не захочет поехать обратно на поезде существуют вот такие корабли а кельн дюссельдорф которые плывут вот прям по рейлу можно сесть поехать и насладиться видами уже именно с корабля предварительно естественно выпив пивка полежав после пивка на лужайке и потом на кораблик и вперед и все нормально будет да здесь вполне нормально сейчас можно отдохнуть попить целебные напитки но вот кстати скажите я пробовал днем пивчанское значит употреблять но как-то не знаю как это вот не то вообще не то перед сном нормально идет а вот в течение дня там да вот победка победка это вообще совершенно не заходят а люди вот сидят пьют как-то ну вот видите а вот как у вас вот напишите в комментариях вы как пивчанское можете в течение дня вот так вот раз раз нам обед перед обедом на завтрак это у меня не заходит кстати раз уже заговорили про пиво вы знали что между кельном и дюссельдорфом есть пивное противостояние то есть они находятся между собой там 50 километров 40 но в кельне практически не купить дюссельдорфский альт и дюссельдорфский альт это такое вот знаковое пиво именно в дюссельдорфе его варят альт а в кельне кельш потом кстати видно написано лайн кельш надеюсь будет видно и вот если ты например в дюссельдорфе приходишь в пар и говоришь мне пожалуйста пивчанское кельш тебе вон 40 километров на север и там тебя будет кельш и то же самое то же самое вот кельш вот так вот пишется и то же самое между прочим происходит в кельне криш мне бы альт дюссельдорфский школьник это гриш это пожалуйста вот 40 километров будь тебе альт а такая интересная у них противостояние но на самом деле на вкус они не сильно отличаются что кельш что альт не знаю как то вот ну альт он такой горьковатый кельш то же самое примерно надо кстати отметить что в последний раз когда я был здесь в кельне мы попали на карнавал февральский какой-то там фашинг называется это не в действии это просто жесть если я найду кадры то я вставлю в это видео как это вообще происходило в кельне заходишь в электричку они просто облеванные всех засранные по полной программе вот так вот немцы отдыхают в такие праздники февральские ну какой-то февральский у них карнавал ежегодных происходит и вот там вот это все действо бракобесия и творится в неадеквате вся в неадеквате на улицах полный срач все завалено бутылками какими-то вот такими маленькими еще бутылочками знаете же наверно да это алкоголь и такие продаются таких маленьких вот в этом все тоже завалено все улицы и да а Мусорный смерч. Ну что, как вам город? Город под названием Кёльн. Ну, такая достаточно, смотрите, как монашка, по-моему, едет на велосипеде. Как вам Кёльн? Приехали бы сюда. Ну, в принципе, знаете, прям вот с ночевкой. Ну, по мне так делать здесь нечего. Но на денек вот так вот из Дюссельдофа раз утром приехал, прошел все, посмотрел все вокруг, раз-раз-раз и уехал обратно. Вот это нормально. А так, чтобы здесь как-то там надолго задерживаться, ну что здесь? Луга, дом, Кёльш. И вот мост, и там вот другая часть, на которую мы сейчас зайдем. В принципе, как бы и все. Ну, торговая улица, не знаю, кому это будет интересно. На денек? Окей. Больше? Да. Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...